Если ты говоришь об атрибуте Всевышнего Аллаха, то это одно из определений твоего разговора о сущности Всевышнего Аллаха. Понятно ли нет? То есть все, что ты говоришь об атрибутах, непременно касается сущности. Все, что ты говоришь о сущности, непременно касается атрибутов. Это в общем, так? Это в общем. Как понять? То есть если ты говоришь, например, мы не говорим, что у Аллаха есть рука. Почему? Потому что если мы скажем, что у Аллаха есть рука, значит он похож на творение. Хорошо, мы скажем этому Джагмиту. Ты говоришь, что у Аллаха есть сущность. Если он скажет, что у Аллаха нет сущности, то он кафир, безбложник, который вообще не верит в Аллаха и думает, что Аллаха вообще нет. Так или нет? То есть нет ни одного. Даже джагмиты говорят, что у Аллаха есть сущность. Потому что если скажешь, что нет сущности, значит нет Аллаха. Поэтому ты ему говоришь, что у Аллаха сущность есть или нет? Он скажет тебе да. Если он скажет нет, тогда он неверующий. Скажи, так же у меня есть сущность. Почему тогда ты не скажешь, что если ты подтверждаешь Всевышнему сущность, то ты хочешь, не хочешь, сравниваешь его с его творениями. А если ты говоришь про руку, так про руку, то начинаешь использовать здесь свое правило. Используя свое правило и относительно атрибутов, и относительно сущностей. Так или нет? Потому что разговор об атрибутах выходит или истекает из разговора о сущностях. Понятно? Поэтому шерсть здесь говорит, что ни одно сердце не способно представить сущность Всевышнего Аллаха. И также не способно представить сущность атрибутов Всевышнего Аллаха. Понятно или нет? и способна представить руки Всевышнего, лик Всевышнего и так далее. Для Анны Лаолица комиссия еще его ваше имя ваше, потому что Всевышний ничего подобного, нет ничего подобного ему, и он слышащий и видящий.